На этом сервере ходили легенды о том, что какой-то безумец организовал альянс с китайцами, чтобы противостоять всем огромным кланам. И вы, скорее всего, мне не поверите, но этим безумцем являлся я, Папачиз. И если вы смотрите этот ролик, то знайте, мы отправились на последнюю битву, и что нас там ждет, мы не знаем, но я уверен, что об этой истории будут слагать легенды. И чтобы у нас было больше шансов на победу, вам нужно поставить свои лайки и набрать 150 тысяч. Я верю вас, бойцы. А впереди вас ждет целый фильм под названием «Легенда об Альянсе». На создание этого ролика я потратил больше месяца, и я искренне надеюсь на вашу поддержку. Приятного просмотра. Ну а точкой отчета в этом выживании являлся вайп на Расторе Йоу Мэйн. Тысяча человек и огромное количество кланов стартовали, и нам нужно было успеть занять самые шикарные места. Я, короче, возле милитарки прям заспавнился, что удивительно. Давайте тогда у Лэппу встретимся, может, Лэппу как раз залутать и по Лэппам полететь. У меня тысяча очереди. Тысяча очереди, это буквально там на полчаса посидеть. Так, это кто бежит, лысый? Есть такие лысые у нас? Да. Одна. У кого пачка? Я вот тут стою, прям вот. Да, вот, вот. Это я. Нифига, Вин Дизель, это ты? Да, да, да. Еще кто-то есть? Мы, как настоящий и суровый клан, отправляемся в зиму. Пожалуй, на самое привлекательное место возле сферы. Но в зиме самый большой минус – это то, что здесь очень прохладно. Чтобы просто не умереть от холода, мы добывали бочки, в надежде найти там компоненты на ткань. И добежав до того самого ледника, где мы собирались отстраиваться, мы увидели, что тут уже стоят шкафы. Но нас на данный момент это ни капли не останавливало. Побежали на порт сразу. Погнали на порт сразу. Пастом одежды и с сферу лезем. Тут чел, тут чел долбит. Убил. Подводный сет. Баржи не застроены. На самом деле, это было везением найти на старте вайпа открытую баржу, которую мы умудрили забрать себе. Но все же, жить мы пока что планировали на леднике. Ведь ледник – это огромная площадка, где можно было отстроить большой дом. Но так подумали не только мы. А, нифига себе, это че такое? Они сюда бегут. Они сюда. Надо отходить, наверное. Сейчас, на данный момент, нас было всего 7 человек в онлайне. Остальные стояли в очереди. Мы, скажем так, были не готовы к битве с этими ребятами. Ловить нам здесь было очевидно нечего. Мы решили ретироваться. Но они бегут за нами, слышишь? Убегаем нафиг. Это че за аборигены, слышишь? Это че такое? Держите, держите, быстрей. У них ревики. Меня убили. Во мне куча лесов было. Но они пушат уже. Но никто не говорил мне, что жизнь в клане будет простой. Именно с такими мыслями я отправился на фарм дерева. Я же надеюсь, вы не думали, что клановые игроки стартуют сразу с пушками в руках. Ведь все выглядит совершенно иначе. Именно тут нам и пригодилась наша баржа, которую мы занимали на старте. Сейчас она была нашим мини-укрытием. Надо тут поставить сейчас первый верстак хотя бы и все на барже. Мы тут мейн кидач. Будем в машину остров к нам заплыть. И быстрее все надо набить. Я спальничек тут пока поставлю. Можно жить. Можно пожить. Но что действительно ускорило наше выживание, так это то, что один мой соклановец нашел бензопилу. Уже прошло около 30 минут, а мы до сих пор бомжи. Но ничего страшного. Уже темнело, и именно поэтому мы поставили костер, чтобы согреться. И заодно пожарить мишку. И вот здесь и чувствуется игра на выживание. Ведь вы, наверное, и представить себе не можете, как сложно урвать кусок мяса, когда стоят пять голодных бомжей. Как они это делают, я не понимаю. И что-что, но скилл на забирание мяса из костра у этих ребят был прокачан просто на максимальный уровень. Из 18 кусков мне не достался абсолютно ни один. Ну а пока мой клан разбирался между собой и решал, кто следующим заберет жареное мяско, я хотел бы вам рассказать, что такое Warface. Это крутой и бесплатный онлайн-шутер с регулярными интересными обновлениями. Например, сейчас, 18 октября, Warface запустил крутую акцию, приуроченную к Хэллоуину, с раздачей подарков. Игроки получат набор, включающий внешку и оружие на 30 дней для одного из четырех классов. Элитный штурмовик, медик, инженер или снайпер отряда Абсолют на выбор. Также вы можете выполнить челлендж и выиграть 10 матчей в командном бою за время акции. И тогда вы получите его навсегда. Ну и стартовало новое игровое событие. Нулевой пациент с новым ПВП режимом и крутыми наградами в стиле Хэллоуина. В ивенте используется новый ПВП режим заражения с асимметричным геймплеем. Все игроки изначально находятся в команде выживших, но один из них оказывается нулевым пациентом и превращается в зомби. И после этого начинается охота за выжившими. Задача зомби – атаковать выживших, после чего выжившие переходят в команду зомби. Задача выживших – выжить. Игроки в матче зарабатывают персональные очки, влияющие на получаемую награду. Среди других наград события – оружие серии Хильхейм и Рагнарог, а также маски и перчатки в особенной стилистике Хэллоуина. Ну а чтобы получить классные награды, тебе нужно переходить по ссылке в описании и приступать к игре. В то же время, пока мы ночью стояли АФК и ждали рассвета, наши строители трудились вовсю, как клановые пчелки. Они пытались как можно скорее расширить наш небольшой улей. Да уж, домик для 16 человек у нас был слишком просторный. Я даже не знал, куда здесь забиться, чтобы никому не мешать. Я честно не знаю, что меня тут ждет, но я думаю, толпа на толпу будет очень весело понаблюдать за этим. Наконец-то выглянуло солнышко, и теперь мы могли зимой отправляться на жесткий плотный фарм. И как я уже говорил, наши обязанности были распределены. Кто-то охотился на медведей, а кто-то добывал бочки. Но все было не так гладко, как хотелось. Как только у наших соседей появился второй верстайк, они прибежали к нам выжигать наши шкафы. Но все, что мы могли сделать сейчас, это просто терпеть. Ведь у нас не было оружия, чтобы с ними сражаться. На самом деле, мы знали, где обитает этот клан, и находился он возле тарелок. На старте им повезло намного больше, чем нам, но к следующему их набегу мы уже должны были подготовиться. Так, убил, по-моему, одного. Еще одного убил, но я убегаю. Но помимо них, к нам приходили еще те самые китайцы, которые заняли наш ледник. Одного убил. А, меня ваншотнули. Тем не менее, совместными усилиями мы наконец-то ставим второй верстак. И сейчас мы могли скрафтить хоть какое-то оружие. И первым же делом мы принимаем решение наведаться в гости к нашим любимым соседям. Которые в тот момент как раз таки и отстраивали свой мейн. И тут, посовещавшись с ребятами, мы понимаем то, что мы можем их немного подбайтить и заманить их в ловушку. Так, в нашу сторону смотри, режут двое. Сейчас мы их забайтим здесь и здесь им примем. Они с пачкой бегут. Десять лов бежит. Они все бегут. Все бегут. Они все бегут. Так, бежим в сторону дома и к байтим туда. Они вас перережут сейчас уже. Они поверили в себя и побежали вслед за нами. Но они не знали, что это часть нашего плана. Он подхады прям. Одного полностью остер. Минус один. Встаньте, голо за дверь встань. Давай, давай, давай. Скажите, открывай. Тебя все равно не убьют. Где они? Вижу. Минус раз. Прям подхады. Подхады чел? Тут домик на мне валяется. Почти убил. Почти домик под тобой. Убил, 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 убил. Всех убил. Убил еще. Еще один остался. За мультишкафом. Он голый. Точка крю явно не ожидали такого отпора от людей, которые 10 минут назад бегали все еще с луками. Это была действительно крупная стычка, с которой мы вытащили много оружия. И мы понимали, что этим все не закончится. Но этим же временем у нас продолжались разборки за готовое мяско. Перема 7 кусков ушло. Я ни один не успеваю взять. Не, 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 не. Это не смешно. Девятый кусок мяса набрали. Это вообще не смешно. Я знаю, кто хавает. Это Таурин хавает. Нет, я стою в АФК. Я видел, что это ты мясо хавал. Наконец-то у нас появились большие печки, и теперь проблем с металлом у нас не было. Но нам по-прежнему нужно было успевать как-то конкурировать с нашими соседями и фармить скраб. Понимая, что ближайший контент будет выглядеть именно так, я просто сошел с ума. Че вы так на уверенности бежите? О, стопанитесь. Потому что мы уверенный клан в себе, понимаешь? Мы самые уверенные люди. Мы личность. Мы личность, и все. Таким образом, у нас появлялись хоть какие-то компоненты. И мы были уже на шаг ближе к третьему верстаку. Кому? Кому дать подарок? Манистер, ты где? Держи. Это тебе картошка. Вау. Картошка, да. Вкуснятина. Три хита ему дал. Убил. Пока мы занимались обычными клановыми вещами по типу фарма, у клана точка Крю были совершенно другие планы. Они нас рейдить идут. Походу. Прием, прием, прием. 4, 6, 8, 9 человек идут. Переходят через воду. Да, да, да. Через воду на наш остров идут. На нашем, на нашем острове, на нашем острове 9 человек. 10. Идут, идут к нашему дому. Вижу, вижу, вижу. Там целая колонна, ребят. И вот наступает момент истины. Они подбегают к нашему дому и почему-то просто разворачиваются и уходят обратно. Возможно, они поняли, что у нас дом расширился и что им не хватает 4-х ракет. Они, походу, подчекали. Вот один на мне, смотри, на серном камне 2 прыгают. Мы понимали, что есть велик шанс, что они докрафтятся и вернутся к нам снова. Но нам нужно было перехватить инициативу в наши руки. Первым делом вокруг своей базы я накидал побольше спальников, чтобы, если что, я мог появляться откуда угодно. И после собрал команду дайверов, с кем мы планировали поохотиться за подводными кабанчиками. Ид ему дал. Голову дал, убил. О, хороший, вот МВК, да. Нам хватало скраба, чтобы поставить третий верстак, но у нас не было МВК, а налутать его проще простого было под водой. Отлично. Акула. Welcome to the home. Я думаю, третий верстак надо сразу крафтить. Что, базуку крафчу, да? Надо? Вторую бы базуку на скоростные львы взять, чтобы что со скоростными стал дефол. Посветите сюда, я тут кое-что улучшу. Все, найс. Хотя бы не так страшно. Дабы возвращение клана точка крю нас не застало врасплох, мы решаемся нанести им контрудар и зарейдить их базу. А что вы... У вас, короче, проходной двор, правильно? Вы, типа, двери не закрываете, потому что, ну, это... У нас же нет, да, типов, которые могут залететь, облутать нас. В принципе, вы правы, да. Ты не шаришь, Мимон, ты не шаришь. Ни гантрапов, ничего нет. Нормально, нормально. Все двери открыты. Все двери открыты. Это нормально. Я, короче, вот сюда поставлю турель, пускай она все сжигает, если кто-то будет прыгать. И на утро у нас уже были скрабчены ракеты, и мы были готовы действовать. На! У них открыто. Давай гантрап разобьем. Тут что-то есть. Ну, они как будто все перетащили. Третий верстак тут, гантрап стоит. Все тут, ребят. На этом история с кланом Точка Крю была окончательно закончена. После того, как они вернулись, они не стали продолжать играть на этом сервере и просто его покинули. Но наша история только начиналась. А еще я хотел бы вас познакомить с нашим новым питомцем, который постоянно пытался нас обворовать. А кто это такой? Кто это у нас? У нас в доме чел с ником F9. Алло, внутри. И, конечно же, он чувствовал, что здесь можно что-то йонькнуть, и возвращался снова. Но, видимо, он не знал, что в этом доме живет самый главный ворюга. И обхитрить хитреца не так просто. Может быть, лучше вообще третий этаж поднять, чтобы ящики поставить? Это здравое решение. Тут третий этаж уже через боковой подъем идет. Пока ребята вовсю занимались строительством дома, я решаю заспавниться на том самом леднике, где мы планировали построиться, и посмотреть, как там живут китайцы. А, нифига себе у них тут домина, слушайте. У них 4 на 4, 4 этажа уже стоит. А что если какую-то кибу построить возле этих типов китайских, побайтить их на взрывы и ушатать всех? И дабы заполучить побольше важной информации, я поднимаюсь на сферу, откуда я мог посмотреть, как устроен их дом. Стой, подожди, 10 человек вышли, 20! 20 человек вышли из дома! А куда они идут? Они кого-то рейдить, походу, идут. А есть варик к ним сейчас на территорию запрыгнуть? Есть. Пока они ушли из дома, лестницы кто-то умеет делать? Я появляюсь дома и начинаю прорабатывать план, как я попаду к ним на территорию. Я не думаю, что у них турели по всей территории стоят. Ну, либо на шаре попробовать к ним залететь. У них крыша, по-моему, фулл открытая. Если вообще купить коптер, да, то можно спокойно к ним туда залететь, на крышу, прям сейчас. Подожди, а парашюты кто-то умеет крафтить? А, да. Чувак, крафте парашют. Все, я прыгаю, короче, лечу к ним на дом. Надеюсь, я отсюда долетаю туда. По мне стреляют, по мне стреляют, по мне стреляют кто-то. Не походу. И стреляют. И лезу. Это все-таки, походу, 5 на 5. Я у них внутри. А, все типы бегут. 3, 4, 5, 6. Тут турель выключена. Они бегут все. Они все бегут домой. Подожди, я внутри у них. Не стреляйте. Я лутаю металл. Гаражки, куча гаражек. Ну, дальше все закрыто. Надо в сторону порта улетать, а не тебя расширит. У них 2 на 2, у них 2 на 2. Прикиньте, мы бы сейчас их бахнули за... Они уже дома, да? Тут турель, тут турель, тут турель. Не забейте, гага. Печально то, что я не рассчитал высоту и выпрыгнуть с парашютом оттуда мне не удалось. Но все же, ту информацию, которая мне была нужна, я заполучил. Но в это же время, пока мы пытались обворовать этих ребят, они тоже не сидели сложа руки и прорабатывали план, как нас зарейдить. Нам тебя бегут! 40 человек! Они все, они у нас... Да, 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 да! По приколу, они вряд ли у нас просто так в доме тут. Я срочно келяюсь на сфере и отдаю свой парашют Таурину. И спавню с дома, чтобы помочь ребятам отбиться. Уже рейдят? Патронов ноль. Зарвал много. Еще зарвал двоих. Давай вылечу. Нет, 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 жди. Не откройте так, отъеди. Они наверху? Они наверху. Еще зарвал. Хилки надо, хилки надо, дайте хилки. Мы были заперты в нашем доме. И все, что нам оставалось делать, это отбиваться ракетами, которые у нас были. Меня убили. Еще взорвал двоих или трех. Но одно я знал точно, что нам в любом случае нужно было как-то действовать. Иначе пришло бы подкрепление. Меня взорвали. Я с улицы, я с улицы, я с улицы спавню сбегу. Он попасть в меня не может. Мы уже даже подумали, что нас уже ничего не спасет. Но все же у нас был последний шанс. И звали его Таурин. Он не остался ждать на сфере и прилетел к нам прямиком под дом. И он оставался единственным, у кого было оружие на улице. Которое я у него забрал. Я выбил калаш. Я с ПНВшкой и с глушителем с калашом. Туль просто. Если ты можешь мне дать беданку, сам с калашом дальше отыгрываешь. Могу, могу, могу. Подожди, тут бомж бежит. Пробуй гараж. Убил 5 бомжей, убил 5 бомжей, которые к нам шли. Бомжи идут, бомжи идут. Вот они тут на спалках рестаются. На крыше убью одного. Убивай всех бомжей, которые подбегают. На крыше пикай. Один снизу. Убил снизу. Еще снизу есть. Убил, убил, убил. Калашиста убил фундамента. Четверо голых бежит. С их стороны. С этой порта четверо голых там прибежало. Возле тебя, Вениамин. Возле тебя, возле тебя. Снизу, под фундаментом слева тип. Я внутри дома, стой. По мне стреляют. Откуда? С крыши, с крыши. Поднимайся на крышу. Где они? Ай, на крыше сидит у нас один в подъеме. Откройте дверь. Откройте дверь, я не могу зайти домой. Пустите меня, буст. Буст дай, буст дай. Бомж. Убил. Еще бомж. Забежал, закрывай дверь. Меня убили, он лоу HP, он лоу HP. Вот, вот, вот светит, светит. Близко двое. Еще один. Еще один на мне, еще один на мне. Одного убил? Лапа. Бил, Ал? Я думаю, я думаю, да. Как ты убил? Как ты получил пензи? Я убил одного человека с АК. Так, ты же знал, что я же на этом был, на сфере? Я понял, нас бахают, я думаю, что делать? Надо помогать как-то. И все, на парашюте ушел. Слушайте, так у нас оружие появилось наконец-то. Фух. Ну, чуваки, хорош. Вот это вообще было неплохо, на эффект. Совместными усилиями и благодаря маленьким совпадениям мы смогли отбить нашу крепость. Но чтобы не допускать подобных опасных ситуаций, мы отправляемся на аутпост, чтобы переработать все компоненты и закупить много металла. Я пойду. Ты хочешь, чтобы фармить с мной? Очень, очень безопасно, чтобы фармить. Окей, погнали фармить. Че шо? Надо всем фармить. Камня, чтобы закончить строительство сегодня, нам нужно было очень много. И нам нужно было поспешить, ведь многие кланы знали, что у нас база некрепкая. После плотного фарма я снова вернулся на сферу, ведь я все еще не закончил то, что когда-то начал. Но все время, когда я хотел пробраться на сферу, чтобы прыгнуть оттуда с парашютом, здесь кто-то сидел. Показывай, как правильно сидеть на сфере. Че там делаешь? Я видел Дэмку. В этом? Нет, так они не знают где, смотри. Вот, один погиб. Ха-ха-ха! Он просто тупо меня не видит. Я сферный крыс. Меня невозможно увидеть. О! 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 Оп! Я показываю, как с камня лутать типов. Вы же просили? Так, полутал, полутал, уходим. Вот, вот так и поднимаются настоящие гении Раста. И тут я вспомнил то, что у нас, оказывается, есть коптер. И у меня появился новый план. Как залететь к ним на крышу? Но прежде чем туда идти, нам нужно было дождаться наступления ночи. Че, летим уже сейчас? Да-да-да, летим. А ты хочешь спрыгнуть прямо? В полете парашют выстрел? Да. Ну, это мой лихо. Ну, я раскрою, только пониже на высоте, иначе тебя собью. Так. Я думаю, отсюда я уже могу долетать. Все. Он прямо на фонарике летит. Так, улетай, улетай отсюда. Так, что-то я вижу у них там. Блин, один, по-моему, наверх поднимается. По-моему, они смотрят на меня. Как будто нет. Да. Да. Я не знаю, как так вышло, но они были готовы к такому муву. Но отчаиваться я не стал. Я решил заспавниться рядом и посмотреть, куда упало мое тело, чтобы забрать оттуда парашют. Ну, блин, неужели? Ну, наверное, из-за коптера пролетающего. И подбегая к их забору, я замечаю то, что у них не хватает стен. Стоп, а их что, рейдили, что ли? Чувак, их рейдили? Турели минус. Турели не работают. Они еще турели заправляют или что? Я не понимаю, что они делают. Это подключается, авторизируется в турелях. Угу. Подожди, у них, по-моему, в окне нету решетки. Я пытался обследовать их дом и найти лазейку, как я могу пробраться на крышу. Но все это время они бегали туда-сюда и, скорее всего, авторизировались в турелях. Блин, страшно. А я могу как-то к ним на крышу запрыгнуть? Я думаю, нет. Опа, стой! Опа. Стой, стой. Он. Локер. Тип стоит, стей приступы. Типа стоит. Знаю, нет, тихо, я не буду его убивать. Тихо. Они не знают, что я тут. Все нормально. Подождите, подождите. Уходи. Угу, уху, уху. Угу. Как мне выйти отсюда теперь? Подожди, тут в любое окно можно выпрыгнуть. Где у них забора не было? С какой стороны я пришел? Вот, ты правильно все сможешь, да? Где-то справа должна быть. На улице бегает, Тип. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо! Тихо! В мою сторону, быстро! Быстро в мою сторону с оружием! Быстро нафиг! Все бежим ко мне! Откуда, откуда? Я у них в доме украл тех типов! Я украл у них из дома ракеты! Все украл! В мою сторону, ребят, пожалуйста! Быстрее! Я хочу еще у них оборвать суманистер! Не взрывайся, пожалуйста! Пожалуйста, летим домой! Честно говоря, я не знаю, как передать вам все эти чувства, которые я испытал. Таких эмоций я не испытывал давно. У меня просто тряслись руки! Ну и останавливаться на достигнутом я не собирался. Я возвращаюсь к ним снова. Левее, левее, еще левее! Вот так прыгай! Включили турели! Они поняли, походу, что-то. Ладно, пофиг, я пытаюсь пробежать. Нет, тут везде турели включили. Все, они включили турели. Китайский клан быстро понял, что их обокрали, и поэтому дернули рубильничек, который включал турели. Еще 30 минут назад они пытались зарейдить наш дом. Я не мог представить, что они чувствуют, но был уверен, что они очень сильно раздосадованы. В какой-то момент они даже решились выдвинуться в сторону нашей базы. Но сейчас мы были готовы давать им отпор. Одного дэдхул. Они убегают вон дальше, в сторону сферы как раз. Один вот. Один умер. Офигеть, он лупит. Убил слева. И тут мы чуть было не попали в клешни китайского клана и наших соседей. По нам ввелся огонь со всех сторон. На домике дал голову ему. Надо этого облутать и уходим. У них двери открыты, можно... Он закрыл дверь. Он умер? Осторожнее, чел. Один может подойти и облутать его? Скинь тебя, наверное, свои. Тип уже лезет наверх. Наши соседи были серьезными противниками. Ведь они жили на холме, с которого нас было прекрасно видно. Да и то, что нас прессуют со всех сторон, нас не особо устраивало. Мы знали то, что они могут заключить с китайцами и альянс, чтобы потом нас просто пронести. Нам нужно было действовать быстрее. Пока мы летали за ресурсами, кто-то фармил подводные лаборатории. И так у нас пополнялся скраб. Идеально, видишь? Ну-ка, показывай, что ты тут налутал. Чем кармашки забил. Это я первый раз за утолкать минутку утолкать. Все, я домой. Сколько там ракет надо вообще в целом? Вот столько, сколько у меня там дом маленький. Если ты будешь рейдить... Берите все по два спальника. По два спальника берите все. Мы докрафтили немного ракет к тем, которые я украл. И отправляемся рейдить наших ближайших соседей. Которые в данный момент были к этому готовы. Двойной крыше. Голову ему да. Одну ракету надо в забор? Я вторую плю. Я стрельну. Я не вижу, откуда он стреляет. Я убил его. У них, по-моему, гаражки открыты вообще. Меня убили. Меня убили. Стеры, стеры вылез. С дома на теру вылез. Убил слева. Она дверь на рейдить. Меня нарвали с ракетой. А, меня убили, Стер. На крыше один. Рейжу дальше, стреляю. Отойдите. Давай. Никого не убил. Взорвал внутри. Меня убили. Меня взорвали. Взорвал. 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 Продолжение следует... 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 а ракет нету смысл ладно пошутил его сразу такой смысле на этот раз я бы вычислил кто украл довольно быстро у нас вышло отформить немного ракет и теперь чтобы не фармить самому метро мы отправляемся в сторону космодрома рейдить в онлайне дом убил буст 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 они буст они я первый запрыгну да он челик откроет это кто это она это не свой там два колошиста на скале на новом доме шкаф шкаф убил 1 мне голову дали я хирус я не могу ничего сделать вы живы нет окно просто не сана с 2 манистер их много убил 1 кого не бегать даже 10 секунд дима ажи не пикайся 10 секунд чувак я жив окно есть он меня взорвёт щас манистер ты можешь окно скрафтить быстро найс хорош но помимо этих ребят за мвк дверью спрятались хозяева дома которые поджидали хорошего момента для ней что нет подожди а тут 190 хп у проема по моему да да 190 хп у проема каменного надо открыл окно открыл дверь из-за множества трое там трое там трое алёй л-9 б-2 я взорвал всех у меня хп 0 хп 0 у меня есть хп и все что нам остается сделать так это добурить этот полу живой проем поднимайте поднимайте горожка открыта я подниму я подниму я подниму спалка на троге тишка была ой так тут вообще много рессов они космолу то люди ой 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 тут хорошо он что-то диспавнил еще надо поднимать вот это я понимаю жесть честно говоря я уже думал то что мы не справимся с этим рейдом но случилось действительно чудо не это было хорошо такой блин напряженный очень рейд но хороший благодаря этому дому у нас в ящиках наконец-то появились компоненты которые были украдены и теперь мы могли спокойно крафтить хорошее оружие вот так наконец-то слышь давай на 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 кафт калашей становимся и крафтим я смотрю на его лицо и понимаю что ракеты он украл ты посмотри это сразу это видно что он он вор посмотри на его лицо видишь это не я а потом на оставшиеся ракеты мы решаемся зарядить еще один клан который только отстраивается неподалеку от нас 3 хита до убил в двери третий верст офигенно граната убил убил он успел закрыть я без хп взорвал не знаю убил окончательно или нет убил господи как же это красиво на улице идет снежок я живу в какой-то огромной клановой базе у меня работают печки все автоматизировано и я иду фармить серку что может быть прекраснее это будни клановых игроков ну и кстати говоря клан соседей которых мы зарейдили вчера не ливнули они продолжили свое выживание и отстроили огромную махину на которой они очень любили посидеть на крыше и теперь мы были полностью отсечены от той местности с одной стороны этого яра сидят они а с другой мы и именно сейчас у нас появилось понимание что эти соседи спокойно поиграть нам не дадут и тут я подумал а зачем нам рейдить их второй раз если с ними можно попытаться договориться эй мистер мистер фликер хеллоу хеллоу это я, я твой близкий но я имею в виду я имею в виду я помню тебя я думаю мы можем играть как хорошие близкие не как плохие потому что у нас есть мы с ними дружелюбно пообщались и вроде как они были согласны на некое перемирие но в будущем мы еще вернемся к этому разговору они нам были неинтересны потому что мы знали что ресурсов у них будет немного зато кроме них у нас было еще очень много целей эль пепе эль пепе вот и р проблем Я большой из-за здесь. Да, да. Погоди, еще раз, ты... Одно раз, у меня граната. Я пикю. Зачем вы его убили, я поднимал его? Эль Пепе, конечно, веселый иностранец, но все равно нужно было набивать кармашки серкой. И все шло по плану, пока к нам на остров не начали приходить клановые игроки с Е9. Это с Е9. В какой-то момент я заметил то, что в их магазине уменьшилось количество ракет, и у них появилась корова. Взяв с собой ПЗРК, мы пытаемся их перехватить. В любом случае, мы их должны поймать либо сейчас на улете, либо на прилете поймаем. Тут два варианта. Они уже взлетают. Они к нам лечат. А где он упал? У них упал, упал, ултай, ултай, ултай. А где он упал? Подождите. Они садятся. Они садятся, стой. Не-не-не, пускай забирают, пускай забирают. Левее, левее режем. Они идут налево. Левее режем. Мы сидели в кромешной тьме, где не видно было абсолютно ничего, но каким-то образом они нас замечают. Зарвал? У меня-не, это он с говном играет. Начал за два квадрата спотнул и пришел нас убил. И после того, как они полностью обчистили мой отряд, они садятся на корову и улетают рейдить. Я вижу, в какую сторону они летят, поэтому принимаю решение подождать их возле их базы. Чтоб вы понимали, здесь мы прождали около 20 минут, но возвращаться на базу они не планировали. И каким-то чудом они предугадывают то, что мы сидим здесь ПЗРКшками, и бросая свою корову, приплывают на лодке, убивая весь мой отряд снова. А я этим же временем вылетаю с сервера. Меня кикнуло с сервера, офигенно. Мы много раз встречались с этими ребятами, и все это время я думал, что они просто скилловые типы. Но в моменте, когда они приплыли на лодке и убили весь мой отряд, их просто банят на сервере. У них 100% все открыто, потому что, ну, это очевидная фигня. Когда читаков банят, у них всегда двери открыты. Так, все, я собираюсь. Беру топсет, беру ракетницу, беру калаш. У нас просто не было времени, ведь все на сервере знали, где они живут, и многие кланы хотели забрать их ракеты. А ты можешь меня вот сюда на фигню эту высадить, нет? На ветряк, да, на ветряк. Высади на ветряк меня, попробуй хотя бы. Если будет стрелять, то сядешь вниз. Я, кстати, турели не вижу. Вижу турели. Стой, левее. Попал. Так, тебе надо застрять сейчас. Ну, зависнуть в воздухе. Так, отлично. Взрываю турели. Аккуратно. Сел. Чуть правее подлети. Надо под нами турели взорвать. Все, вниз меня скинь к манистеру. Тут еще одна слева турель, еще одна. Аккуратно, Дима, вас убьет сейчас, аля. Я знаю. Аккуратно. Все, нормас. Минус. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Турель. Как я и говорил, в доме у них были открыты абсолютно все двери. Ведь когда их банило, они были в онлайне. И сейчас за какие-то 20 скоростных ракет мы могли облутать полностью их лутовую. У нас есть чем разбить турели сейчас? Нашел скоростные, скоростных нашел. Все, я разбиваю все турели. Поднимаюсь наверх, все турели разбиваю и все. Где наши ракеты? Вот наши ракеты! Так, тут скоростные. Тут куча МЛС, мы будем заплевывать просто китайцев потом. Страканешься, парни. Живаки, тут просто тьма резут. Все, получается, нам больше не надо фармить. Низу еще там. Нам надо как-то вниз прибить. А вот теперь еще ракеты были, они их не тратили даже. Нам получается, больше не надо фармить ничего. Спасибо читерам большое. Но, как я и говорил, мы были не единственными, кто хотел забрать эти ракеты себе. Сюда прибежал еще один клан, который начал отстраивать свою кибитку. Пока у нас было время, мы забиваемся самыми основными ресурсами и сваливаем отсюда на коптерах. Вот это надо было еще. Мы тоже влетели. Они кибу строят. Пусть строят, мы уже ракету унесли, пусть строят. А, нереально кибу строят. Мы скидываем все ресурсы и возвращаемся снова туда. Но долететь нам не удалось. Нет, Димасик, я вылетел. Я жив пока что. Давай еще здесь. Меня убили, я коптер взорвал, блин. Убил на крыше. Понял. А у меня есть с палкой? Есть с палкой. Ну, отдавать им остальные ресурсы мы так просто не собирались. Убил еще. Нет, не убил, он под стенкой деревянной. Можете с крыши его натулить. Убил. Поднялся один наверх. Одному голову дал. Мы в теории можем через низ, через двери их запушить. Я не пролезу туда нереально. С этими ребятами мы столкнулись впервые. Но они были настроены очень серьезно. Спустя мгновение они начали прорейживать их дом. Но ракеты, которые они надеялись заполучить, лежали уже у нас. После чего на ночь я сделал себе отдельную комнатку, куда спрятал калаши и ракеты, чтобы, как в прошлый раз, у нас их никто не украл. Пока я сладко спал, на нас напали. Наши три доблестных воина оставались на страже и пытались отбить дом. И сейчас вы можете увидеть, как это происходило. Я взорвала одного в китайке вроде. Я взорвала одного в китайке. Вместе с этим. И даже перед своей смертью 30 ппс герой кидала под себя гранаты, чтобы взорвать как можно больше. И даже когда все было потеряно, она с бензопилой в руках была готова противостоять огромному клану. Мальчики, я вам жопу показываю через гаражку. Вот как-то так нашу ночь эта крепость не пережила. Но все ли было потеряно? А об этом я как раз сейчас вам и расскажу. Как только я проснулся, я захожу на сервер. Даже не подозревая, что нас рейдили. Тоби меня убил. Я прошелся по нашему дому, посмотрел во все ящики и понял, что ресурсов у нас не осталось. Они прорейдили каждую дверь. Но сейчас я вам докажу, что чудеса существуют. Я был безумно расстроен, ведь понимал, что те ракеты, которые мы забрали, они забрали себе. Но все же я решаюсь проверить свою комнатку. И нахожу это. Они не нашли наши ракеты. Мы потеряли абсолютно все. Кроме тех ракет, которые я спрятал возле лутовой. За последней выжившей дверью. Вы можете себе такое представить? Честно говоря, это было реально удивительно. Всегда, когда случалось что-то действительно страшное, у нас появлялся шанс все вернуть. А также у нас оставалась еще ферма, где у нас рос вкусный сочный чай. И примерно так и выглядит жизнь в клане. Каждый день что-то случалось, и мы стартовали практически с нуля. Я пошел быстро фарманул металла и... ну, одну ходку чисто фармы, чтоб печки работали. Я уже ящик набил металлу. А, ну все так же. И работяги на фарме настолько сильно уставали, что просто их не держали ноги. ascxx m3 Мы потратили много времени на восстановление дома, и все это время мы готовились к легендарной битве. Нашей целью являлись те самые китайцы, которые построились возле сферы. Но как мы справимся с такой махиной в одиночку, мы не имели представления. Нам нужны были союзники. И поэтому мы отыскали клан, который тоже точил на них зуб. И договорились вместе с ними отправиться на рейд. Познакомьтесь, это клан Онэп. И если вкратце, то это были 20 безумных китайцев, которые тоже решили потратить на них 70 ракет. О, это мои любимые китайцы. О май гад, просто сколько их! Сколько этих типов здесь! Не, 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 давайте сделаем это! Чайна номер один! Чайна номер один! Чайна номер один! Как только мы все собрались, мы хватаем ресурсы на кибитку и выстраиваемся на улице. Мы не знали, что нас будет ждать, но это должна была быть типичная битва. Мы дождались кромешной тьмы и отправляемся в путь. Let's go, let's go, let's go, guys! Let's go building! Let's go! Go, go, go! Go! Что это вообще? F***ing a strain! What the... С ракетницей! Его просто расстреляли! Блин, за что? Пули как 249 у него! Я не знаю, что у нашего соседа было в голове, но у него явно был какой-то план. Иначе зачем ему нужна была ракетница с пулеметом? В кромешной тьме наш маленький отряд отправляется на рейд. Огромный рейд. И мы еще не знали, что нас ждет. И уже сейчас я понял, что наши ближайшие соседи нас обманули. Ведь наши враги знали о нашем наступлении. Сделай ящики, ящики с ракетами закрытыми где-то, чтобы они не пробахали, не забрали сразу. На третьем этаже, где отстрелка, вот здесь смотри, допустим, комнату. Кибитка была готова. На их территории мы отстраиваем свою территорию, где ставим турели. И тут начинается жришка. Я спрыгнул. Да. Я скинул ракеты. Нету входов кибу у нас. Мы застроились полностью. Взорвал кого-то внутри. Я взорвался. Хоть мы и несли большие потери, но мы старались нанести максимальный урон по их базе, чтобы полностью разрушить их отстрел и пробить лутовую. Но после масштабного заплева ракетами их базы, их альянс услышал это и прибежал к ним на помощь. И вот здесь мы попали в ловушку. Нас начинают рейдить со спины, и мы оказываемся в очень неловкой ситуации, когда мы просто не можем выйти из нашей кибитки. Агентар. Хул. В какой-то момент мы смогли чудом отбиться и застроить стенки, но это было только начало. Убил. Справа в упоре убил. В это же время наши ракетчики вовсю продолжали уничтожать их базу, и почти половина уже была разрушена. Мы не жалели ракет, нам нужно было пробурить их дом. Но пока больше половины нашего отряда были отвлечены рейдом, они со своим альянсом прорабатывают плен. Поджать нас с двух сторон, чтобы зарейдить нашу кибитку. Сервер просто лагает нереально. Это не свой. Поднимаю. Стенками ставят, стенки ставят, стенки ставят. Убил. Еще убил. Меня еще, один еще в стенках у меня. Слева. Слева, внутри. Убил. Убил. У нас стенки не оконки ставят. Я убил чисто. Вам не были стенки, я... Понял. Подкидывай сдух. Убил. А, еще убил. Би, 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 кастомай. Ай, килом, килом, килом. Убил. Меня взорвали. Я взорвался. У меня ракеты есть, и сишки во мне. Законтрите труп. Сами того не ведая, мы попали в клешни альянса, которые душили нас со всех сторон. Но мы планировали драться до последней капли пота. Надо бежать, ставь стенки. У него боевые ракеты, у этого типа справа. Опять пробахали. Боба, на стенке. Убил типа с ракетами. Типа с ракетами убил. Еще один остался. Справа который. Слева еще есть. Стены надо, стены нужны, стены нужны. Меня убили. Убил одного там. Убил одного там. Он забежал, он забежал, он забежал. Убил его, я убил. Нас в доме взорвали. Меня убили. Он справа за забором хитованный. Где оружие взять? Убил калашиста. Меня убили. Мы сражались до последнего. Но выиграть такой рейд нам не удалось. Мы допустили слишком много стратегических ошибок. И позволили тому альянсу взять нас в клешни. Из-за того, что окна у нас были только в одну сторону. Но это было только начало. Мы проиграли одну битву. Но не проиграли войну. Но самое главное, мы теперь знали, что соседи это альянс этих китайцев. И теперь у нас стало два основных противника. Ну там их оказалось больше, чем нас на самом деле. Их оказалось больше, чем было нас. Не, ну согласитесь, попытка была очень хорошая. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хоть мы и потеряли 150 ракет, но боевой дух у нас уцелел. Да и зарейдить эти два клана было теперь дело принципа. Но для этого нас ждало очень много работы. Ведь наш дом, мягко говоря, просто опустел по ресурсам. Аня. Аня спит уже на кукурузе с чаем. Короче, я знаю, надо пойти поспать и часов в семь проснуться. Если я смогу, конечно, это сделать. Напиши им, Изи, они вчера писали же, Изи. Напиши им, Изи, Марвин, Изи, Изи, Коптер, Изи, Коптер. Изи минус 750. Да. Подожди, так вы реально одинаковые. Ха-ха-ха. Ну-ка, стой. Это оба из ворца одинаковых с лица. Подожди, я сейчас вас фоткаю. Чисто нанял киллеров. Ха-ха. Нанял охрану, стой. Смотри, ну-ка, отойдите, заскриньте меня и мою охрану. Подождите. Ха-ха-ха. Давай, садись. И наверх, смотри. Так, смотри. Ха-ха-ха. Этим же временем, после вчерашнего большого поражения, наши соседи зачастили прибегать к нам на остров и пытаться нас убивать. Два хита дал одному. Они у меня, они у меня. А-а-а-а-а. Я одному, по-моему, убил. Он умер Но всеобщими усилиями нам удается с ними справиться Наша подготовка длилась по ощущениям целую вечность И все это время я пытался продумать гениальный план Как бы мы смогли победить ту клановую базу Понятно, я пока ходил в магаз, у меня появилась хорошая идея Какая? Давай разлучивай Смотри, у нас же есть два китайских клана, которые хотят рейдить Е17 Ну вообще да, но он писал это, что я не думаю Рассказывая план действий Мы строим одну кибитку с одной стороны на леднике А китайцы будут с другой стороны их бурить Мы с двух сторон их будем бурить, короче И они, понимаешь, ну на два фронта, как они будут застраиваться и депутаться? Знаешь, какой шанс того, чем это закончится? Что ракет не хватит? Нет, у нас откроется дырка с двух сторон и ракеты будут в нас лететь с их стороны Мы просто пробурим их нафиг с двух сторон Напиши китайцам, что мы готовы, короче, они вчера нам помогли Напиши, что мы готовы помочь Но на этот раз мы будем не с ними в кибитке, а со своей, с другой стороны Итак, наглядный план действий Если вкратце, то вот стоит их огромный дом И рейдить его в онлайне с одной стороны было очень проблематично И мой план заключался в том, что мы построим разные кибитки с двух сторон И будем заплевывать их ракетами Одна кибитка должна была бы стоять здесь, а другая здесь И тогда шансы на успешный рейд у нас увеличивались Мы подробно объяснили наш план китайскому лидеру И он был согласен провернуть эту схемку Напиши, что у нас будет сто ракет Если у них есть тоже сто ракет Типа, ну, мы уверены, что они, ну, с двух сторон они точно отпадут Сейчас планировку рейда и командования я полностью взял в свои руки Чтобы мы не допустили прежних ошибок А пока мы стояли на плотном крафте ракет Наш любимый иностранец решил показать свой компьютер Ну а кто не понял, в чем шутка, заходите в мой телеграм Именно там будет полная версия этого видоса Ведь на ютубе такого лучше не показывать Пока мы ждали подготовки китайских бойцов Отряд из двух диверсантов выдвинулся к ним, чтобы поставить пару шкафов в притык к их базе Я просто ставлю тут шкаф и все пока что И дверь соло-замок И так как ледник был слишком ровный, я понял, что здесь они смогут, если что, застраиваться стенками И именно поэтому расставил шкафы по всему леднику Да, я хочу, чтобы чуваки с другие всякие фликеры не приходили к нам и стенки сзади не ставили в упор На самом деле, сейчас я пытался продумать каждую мелочь Чтобы на этот раз мы точно не проиграли рейд Теперь они хотя бы, видишь, они не смогут подбегать и ставить Что, морально готовы? Я бы сейчас шел, блять, уже кибу ставил Как это потом? Потом, мне кажется, будет тяжко туда пешком дойти Конечно Потом уже все фликеры очнутся Они сейчас бегут Там и маленький фликер, и большой фликер, и средний фликер И мама фликер, и папа фликер проснется Если что, речь сейчас идет о наших соседях Которые в прошлый раз и зарейдили нашу рейд кибитку Но на этот раз все должно было быть иначе Это был наш последний спокойный день Ведь на следующую ночь мы планировали выдвигаться Наступают сумерки И мы даем команду китайцам, что мы готовы выдвигаться Выходите на улицу Вам надо сразу улучшать переднюю стенку Сейчас они поднимутся и распилят вас Пока мы строились с одной стороны С другой стороны отстраивались китайцы И уже спустя мгновение наша башня была готова к бою И теперь нам нужно было уничтожить первый слой защиты Все, началось Я два шкафа взрываю и хватит Минус раз Минус два Уже появились походу Давайте, че, стремя Не, они по голову ломают Нам надо где, где, где вот это Где светильник сидит, туда надо бить Пока они очнутся Мы у них уже полдома вскроем Я взорвал Акум Нет, не взорвал В ширину чуть бейте Чуть-чуть в ширину бейте Чтоб фулл обстрел у них упал Вон, справа Там опенкор видно, он же опенкор видно Вон, вон Акум Справа турель Турель Взорвал внутри кого-то Внутри взорвал в доме Возле третьего верстака вижу Вижу третий верстак Туда стреляю Чуть-чуть обстрел обвалить Надо чуть левее обстрел обвалить В ширину Мы, по-моему, пробили прям вход в пор А кто сносит? Китайцы, скорее всего Слева, слева идут, слева идут Белые сеты слева Ну, градус Шинхати слева Ужу вижу Там задымили, кто задымил? Я убил, я убил, я убил, наверное Кто-то задымил Тем же временем В доме у них стоял чувак Который просто не понимал Что ему делать Ведь они явно не ожидали того Что мы нападем именно сейчас А наши китайские друзья Строили такую вышку С которой они могли Контрить абсолютно каждую сторону И пока мы вовсю Взрывали эту базу И тратили ракеты Налево и направо Возле нас Отстраивается кибитка Их альянса Скорее всего Они хотели провернуть То, что когда-то у них Уже получилось сделать Забрать наши ракеты Турель, турель Слой за слоем мы пробивали И нам было не важно Сколько ракет мы потратим На их базу У вас есть скилки, ребят? Понял У них турели еще За чайной стенкой Может взорвем ее просто? МЛРС, МЛРС Я не знаю Что происходило На этом рейде Но в нас Кто-то запустил МЛРС ракеты Тут опенкор фул Все, я в нем стою Лутаюсь Тут топливо Миллиард Тут топливо Миллиард Ищите ракеты 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 взял 180 эксп Тут пол ящика МВК, мужики Все, давайте Таскайте Ящик рыбы, братва Ящик рыбы Ящик рыбы Нашел На этот раз Буквально за мгновение Мы смогли пробиться Полностью к лутруму И забрать Все их основные ресурсы Переносите просто лут Быстрее, братва Ящик пороха, ребята Лутаем Лутаем Давайте, братва Там ящик калашей был Вы слутали? Нет, это мое Наши китайские друзья Наши китайские друзья Не стали долго церемониться С новой рейд-кибиткой Которая строилась для нас Отряд Унепа Выдвигается в бой Смотри слева Китайцы идут Гоба сзади Смотри Они идут Слева, смотри, толпа Бежит Минус один Минус один Взорвали Смотри, смотри Я не холд Этот парень Каждый бьет Убил их всех Я пошел помогать им Я пошел им помогать Если я не помогу китайцам Никто не поможет Я пошел помогать Моим любимым китайцам Это мои братишки Я лкни Это я Ме, 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 ме Ме О, извините, извините Смотри, извините Их рейд Кибитка пала Но у нас все еще оставались ракеты И мы знали, где их основной дом Теперь пора было отправить их союзников на пляж Ну и, конечно же, вам интересно, сколько лута мы получили с этого рейда Сейчас я вам покажу каждый ящик Если честно, мы не ожидали, что мы в принципе справимся с этой базой Но случилось так, что мы подловили именно самый нужный момент, когда они не находились дома И наш план полностью сработал Напиши китайцам, слышишь, что можно сворачиваться, брать рез и идти к другим уже на рейд С этого рейда мы вытащили ящик труп, ящик МВК, два ящика калашей и очень много пороха Больше четырех ящиков Потратив около 150 ракет, мы могли скрафтить еще около 400 И вы же понимаете, что это значит, не так ли? Теперь нам с нашими союзниками надо было перегруппироваться, чтобы отправляться в следующий рейд Те ребята, которых мы собирались рейдить, были в онлайне И знали бы, как зря они пытались нас антирейдить You got all rocket launchers Let's go, Chinese friends, let's go Let's go, baby Let's go, kill them all, kill them fucking all Don't be scared if the weight paralyzes you stayed at the gate No, it's a lot to take in, it's designed to know when, don't wait Don't be scared when the weight paralyzes you stayed at the gate Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go It's just a shame What's happening with them? I can't see nothing I can't see nothing I can't see nothing Stop, 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 stop rocket Стоп, Рокет! Стоп, стоп! Стоп, стоп! Стоп, стоп! Стоп, Рокет! Ахахахаха Ахахаха Где, где, где? Опенкор открыт! Этому фримаку ничего уже не поможет Тут всё, всё, всё Ол опен! Ол опен! Ол опен! Открывай двери! Хеллоу, фликер! Хеллоу, фликер! Бай бай, юрбейс! Фликер! Честно говоря, я думал, что у этих ребят просто не было шансов отдефаться Но теперь они будут знать, что за предательство нужно заплатить Они сумасшедшие! Они третий верстак разбивают! Я ничего не слышу вообще! Я просто ничего не слышу! Я пошёл отсюда нафиг! Это нереально просто! Хеллоу, ладца и прилеп cactus �. Горелый объём, Hayden Jack После чего все китайцы, которые song социальные звали, нас покинули и отправили заниматься своими делами. Ну, а у нас были ещё противники, на которых мы могли потратить наши ракетки. Которые у нас оставались. И речь сейчас идет о том клане, которые зарейдили нас в офлайне. И о тех, кто покушался на нашу ферму. Два минус. На барже, еще на барже, еще на барже. Да и тем более, кроме этих ребят, больше не оставалось серьезных кланов на этом сервере. И мы должны были закончить начатое. Все, что нам оставалось сделать, это перегнать награбленный порох в ракеты. И уже полностью забитыми, мы могли отправляться к ним. Но когда наступает ночь, и ты стоишь в зиме, ты действительно чувствуешь эту атмосферу. Да уж, Раст это удивительная игра. Ох, что сейчас будет? Мне кажется, мы зарейдим сейчас все кланы, которые там есть. На этом сервере. Со мной я и мои друзья-китайцы. И братва. Левее, левее, лети. Справа дом. И хоть эти кланы были в онлайне, но тактика у нас была абсолютно проста. Просто заплев ракетами. Ох ты, я чуть своего не взорвал. Я не знаю, куда стреляю. Я просто стреляю. О, взорвал кого-то. Взорвал кого-то внутри. Убил, убил, убил справа, убил справа. Минут, минус, минус. и знаете что самое забавное именно в этой базе и жил тот чувак который постоянно пытался к нам проникнуть как же у меня 20 fps лагает и знаете что самое забавное почти у каждого клана был абсолютно идентичный дом то есть мы могли рейдить сразу зная где у них находится лутовая и как бы владельцы этих баз не пытались дефаться сделать против такого количества ракеты базук это просто нереально понимаете мы даже практически не брали калаши в руки мы просто заплёвывали ракетами таким образом мы избавили этот сервер от всех огромных кланов которые стояли в зиме и чтоб вы понимали у нас еще осталось около 150 ракет честно говоря мы даже и не знали куда их девать поэтому было принято решение просто раздать весь лут бомжам с этого сервера именно на такой ноте мы и закончили эту историю историю под названием жизнь в клане если вам понравился этот ролик то напишите об этом комментарий ну а пока вы собираетесь здесь 150 тысяч лайков я отправляюсь снимать новые истории огромное спасибо всем участникам данного ролика клану f9 который меня приютил и конечно же альянс у китайцев которые нам помогли справиться со всеми противниками но впереди вас будут ждать шикарные титры альянс у китайцев Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok